Доброго времени суток! Благодарю вас за то, что вы зашли на мой канал. Сейчас раннее утро. Видите, что у нас здесь во Владивостоке с утра. Всех приветствую! Вот, кстати, здесь Жигура 42. Это район Третьей Равочи. Здесь вот у нас такой спуск. Можете посмотреть наши горки. Сейчас снега не было, и здесь чисто. А когда все заледенело, то здесь очень скользко. Так. Сегодня уже 28 декабря. Кстати, сегодня Международный день кино. Сейчас поверну. Так, во Владивостоке минус 14 градусов мороза. Ой, по ощущениям, все 20, по-моему, там есть на термоменте минус 14. До Нового года осталось 4 дня. Смотрите, как у нас здесь во Владивостоке начинается утро. Ну вот, последний понедельник этого года, 2020-го. И вот уже в четверг 31-е наступит 2021 год. И вас всех с наступающим годом. Посмотрите, сейчас еще раннее утро. Пробки еще у нас не понасобирались. Обычно здесь уже такое время пробки. Кстати, такая новость. В Татарстане врачи вылечили от коронавируса 101-летнюю женщину, пациентку. Так что с чем ее и поздравляем. Так что есть, видите, возможность спастись. И даже в таком почтительном возрасте вот этого ковида. Будем надеяться, что скоро все отступит. И будет как раньше. Сейчас, кстати, вот Япония полностью перекрыла свои границы. Там же летом и ожидается Олимпиада. Ну, непонятно, что там с этим будет. Ну, сами японцы по опросам против, чтобы Олимпиада составилась из-за ковида. Ну, вот сейчас уже границы закрыты. И когда откроют, тоже пока не ясно. Так, вот смотрите, как у нас здесь. Сейчас все дороги почищены. Так что ходить почти не скользко. В Швейцарии, в Канаде, ну и знаете, конечно же, в Британии, вот из ЮАР, там завезли новый штамп коронавируса. И вот уже в Швейцарии и Канаде тоже первые случаи выявлены. Так что берегите себя, своих близких. В России нет этого второго штампа коронавируса. Будем надеяться, он сюда не проникнет. Кстати, вот сегодня, 28 декабря, в 1869 году, впервые была запатентована жевательная резинка. Это произошло в Соединенных Штатах Америки. 1869 год. А в 1895 году открыли лучи немецкий физик, позже их назвал рентгеновские. Вот тоже 28 декабря 1895 года. Так вот пропустила. Здесь у нас, сейчас проехала на Народном проспекте, открылся магазин Рэми. Здесь новый торговый этот супермаркет. Так вот елочки продают, очень-очень много елок. Еще так вот куча снега, которые там понасобирались и ждут, когда растают. Так, пишите в комментариях, как 31-го у вас выходной, нет? Рекомендовали, чтобы вот 31 декабря в России был выходной. Вот в следующем году, видимо, так уже это и будет. Уже по закону будет 31 декабря выходной день. Вот, а сейчас 26 декабря работали за 31-е. Так что 31-е у многих будет выходной день, последний день этого года. Так что с чем всех и поздравляю. Сейчас, кстати, у нас здесь, я сказала уже где-то минус 15 градусов, ну, по ощущениям похолоднее будет. А в Кемеровской области минус 55. Ой, там совсем холодно. Так что у нас, можно сказать, жара. Смотрите, как красиво здесь. Здесь все сияет, сверкает. В этом году, к Новому году, очень видели, красиво украсили центральную площадь. Многое там поснимало, эти все елочки. С муниципальных районов. Здесь Приморского края, со всех, со всех районов. От каждого по елке. На центральной площади они стоят, но я так понимаю, там подарки под этими елками, ну, которые будут передаваться деткам или из многодетной семьи. В общем, будут подарки. И каждому ребенку до 8 лет, в этом году, тоже до конца декабря, по 5 тысяч, я хотела сказать 5 рублей, 5 тысяч рублей выделяют. Вот, ну, на подарки, на вкусняшки хватит. Каждый получит. Так, ну вот, едем с ветерком. Пожалуйста, кто еще не подписался, первый раз зашел на канал, подписывайтесь. Ставьте ваши лайки, жмите на палец вверх. Жмите на колокольчик, который будет оповещать о новых видео. Делитесь видео с другими, чтобы канал развивался, и ваша активность в этом помогает. Благодарю, кто пишет комментарии, все-все читаю. Так что продолжайте, пожалуйста, писать их. Так, вот так, вот здесь, вот в ту сторону. Это в центр, это все движение напротив. Уже туда понасобирались много-много машин. Ну, сейчас надо выезжать пораньше, потому что по тем годам все знают, что 31-го вообще постоянно пробки, которые только к вечеру уже исчезают. А так здесь всегда пробки. Так, желаю вам всего позитивного, хорошего, очень настроения, чтобы все ваши мечты сбылись. Вот сейчас вот елка желаний. Каждый год она проходит, вот и многие дети пишут письма Деду Морозу и со своими пожеланиями. Так что тоже для своих детей, у кого дети, тоже дарите подарки, исполняйте их желания. Ну, вот как говорится, видите, неизвестно какая жизнь, кого ждет. Вот хотя бы детство, чтобы было счастливое у всех. Так хочется. Так что делайте своим детям счастливое детство. Все сверкает. Елок очень много. Вот 4 дня осталось, а везде-везде много елок продают. Наверное, поостаются елки. Так вот Владивосток сверкает. Так, благодарю за ваши комментарии. Все читаю. Такие хорошие вы у меня. Там вот последние написали, что, пожалуйста, снимайте, не бросайте это дело. Все у вас хорошо получается. Вот так что не собираюсь вас бросать. Уже вас каждым днем больше и больше становится. Так что будем снимать. Буду все показывать. Вот, пожалуйста, смотрите, елочки. Для тех, кто уехал, смотрите, как у нас Владивосток. Все-таки здесь все становится с каждым годом лучше. Красивее. Сейчас вот эти остановки общественного транспорта тоже утепляют. Там на них табло, на котором пишется, когда там автобус придет. Вот в центре такую видела. Тоже вам показывала, снимала эту остановку. Во многих местах сейчас их будут делать. Но все-таки мы столица. Так что надо марку держать. Так, вот, смотрите. Кстати, университетская набережная. Помните, снимала? Там летом я была и тоже в том районе ездила, когда океанариум снимала. Можете это все посмотреть. Видео есть, там красивые видео. Вот сейчас она закрыта. Туда нельзя зайти, посмотреть. Только могут туда студенты, преподаватели вуза, ну и службы, которые там необходимы по работе. Вот, а для остальных закрыта. Так что туда не попадешь. Когда откроется, непонятно. Ну, они говорят, что из-за вот этого, чтобы не распространялся коронавирус. Ну, в общем, только она одна у нас закрыта. Остальное можно посещать. Вот, видели, музей снимала имени Арсеньева. Посмотрите, там много интересного. Карту редкую сняла, там, от времен Иоанна Грозного, ой, времен Российской империи. Можете посмотреть, там видео увидите. Очень интересная карта такая. Кто историей занимается, особенно будет интересно. Так что смотрите видео. Так, и вот, есть телефон горячей линии по коронавирусу. Сейчас вам его скажу. Запишите, кому надо по вопросам коронавируса. 8 800 20 00 112. Это вот такая горячая линия по вопросам коронавируса. Если что-то, ну, лучше пусть не возникает, но вдруг. Так что вот туда можно позвонить, на эту горячую линию и вопросы задать. И уже кто видео смотрит, я уже рассказывала, что здесь у нас добровольная вакцинация по России. Но, тем не менее, сейчас будет паспорт ковид, в котором будет указано, когда вот сделали вы эту прививку от коронавируса. И надо, я так понимаю, этот паспорт ковид будет предъявлять, ну, видимо, при пересечении границы, если будете за рубеж куда-то ехать. Ну, и вот он будет все о вашем состоянии, о этой прививке, когда она сделана. И вообще все по поводу этого ковида будет в ней отражаться. Так что вот так, добровольная вакцинация называется. Вот тоже, видите, здесь елочки. Везде-везде много их еще. Вот они здесь лежат, продаются. Кто-то все время искусственную ставит елку каждый год. Кто-то покупает новую. Ну, можно, знаете, чтобы, как говорится, природу не портить. Покупать искусственную. И немного веточек купить. Вот они у нас здесь, такая большая хапка веток продается по 200 рублей. Вот запах хороший оттуда. Кстати, по коронавирусу тоже такое сейчас уже выявилось, что кто переболел коронавирусом, то они могут потом в течение долгого времени не ощущать запахи. Не чувствовать запахи. Вот так что, вот так вот. Ну, всем здоровья крепкого. Чтоб все у вас складывалось. Все ваши мечты, пожелания. Всего-всего самого хорошего. Здесь электроника, вот. РБТ, РУ снимала. Посмотрите видео. Хороший магазин. Всего самого наилучшего.